Как воспринимаются новости и правда в сложные для всего общества времена? Какие трудности возникали при освещении событий из России в США на протяжении истории? Что по-прежнему остается неразрешимой проблемой? Ответы на эти и другие вопросы студенты факультета журналистики МГУ получили на лекции Оуна Джонсона, профессора Университета Индианы, который на протяжении нескольких десятков лет исследует историю массовых коммуникаций стран Восточной Европы. Безусловно, поражает площадь страны, которая в советские времена была еще более значительной. Трудности в плане передвижения, особенно в прошлом веке, тоже существенны. Знание языка – еще одна сложная задача. Протесты, забастовки, общественные беспорядки, февральская и октябрьская революции, гражданская война и политические репрессии. Многие из напряженных событий 20 века интересовали американских корреспондентов, имена которых вошли в историю благодаря уникальным репортажам из России. Среди наиболее выдающихся журналистов – Джон Рид, прославившийся работами о большевистской революции и книгой «Десять дней, которые потрясли мир». Альберт Риис Уильямс, написавший воспоминания об октябрьской революции, участником и очевидцем которой ему пришлось быть. Уолтер Дюранти, известный руководитель Московского бюро «Нью-Йорк Таймс» и лауреат Пуллицерской премии за освещение событий в пределах Советского Союза. Эти и многие другие корреспонденты работали в разных компаниях и новостных агентствах. На рубеже 80-х годов прошлого века число зарубежных представителей новостных агентств в России достигло 250. В общей сложности 20 корреспондентов были американцами. Некоторые из них знали русский язык, другие нет. Одни журналисты работали в благоприятных условиях, в то время как их коллегам приходилось весьма непросто. Тем не менее, все они стремились проанализировать события, происходившие в России, и почувствовать, каково быть гражданином нашей страны. По словам профессора Джонсона, сегодня многим журналистам из Соединенных Штатов это удается. Однако доступ к информации по-прежнему бывает ограниченным. Американские журналисты могут изучать экономические отчеты, исследовать прочие источники информации. Но сложность заключается в самом подтверждении полученных данных. Поэтому журналисты вынуждены проводить телефонные переговоры, чтобы установить контакт с нужными людьми. И они весьма в этом преуспевают, несмотря на то, что в сутках всего 24 часа. Другим немаловажным испытанием, с которым приходится сталкиваться американским корреспондентам, как и всем иностранцам, приезжающим в Россию, является постижение страны и ее культуры. А для этого, как известно, нужно приложить немало усилий. Если вы хотите понять, что такое настоящая жизнь в России, достаточно собраться за столом с водкой, хлебом и насладиться свободной беседой. Только тогда можно узнать Россию изнутри. Мне кажется, именно в этом заключается трудность для журналистов из Соединенных Штатов. Несмотря на всю сложность постижения истинного духа России, названной Уинстоном Черчиллем и загадкой, завернутой в тайны и помещенной внутрь головоломки, как только человек получает разгадку, он непременно в нее влюбляется. Мне повезло с тем, что, будучи здесь, я всегда имею возможность подолгу общаться с людьми, осознавать, что происходит вокруг. И при этом мне не стоит переживать насчет цензуры. Как известно, студенты МГУ всегда стремятся быть в курсе актуальных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. Надеемся в скором будущем снова встретить профессора Оуна Джонсона на факультете журналистики и узнать еще больше интересных фактов из мира масс-медиа. Дарья Полякова, «Маховая-9». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова